Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем очередную серию кладка печи с компанией Кровмонтаж. Я специально жертвую для этого, не жертву, а ради благого дела. Мастера кладут в моем доме, кто не знает. К нам присоединился, представлю печника Иванов Сергей Иванович. Если кому не понятно, мы демонстрируем фундамент от начала до конца. Могу вам представить, что печка находится в кухне. У меня в кухонной зоне. Я буду топить отсюда. Сергей Иванович говорит, что она называется шведка. Печка шведка со щитком. Ребята здесь украсили, закруглили кирпич. Я буду делать печь, а также. Сергей Иванович говорил, что на варочную плиту будет. Я об этом не жалею, можно здесь уже жарить и чайник подогреть. Что можете сказать о работе? Она близка к завершению. Да, с этой стороны мы сделали почти всю работу. Останется только помыть. Плиту уложили. Далее, в этой части стена будет теплая и от самой плиты тоже будет выходить тепло. Плита стоит, не качается, намертво. Смотрите, сюда я могу вставлять казаны и чугунные. Регулировать подувальными дверцами, вы можете ее открывать или просто открыть и сделать подув для прогресса ядров. Здесь у меня элемент стеклянная дверца. Смотрите, она без вибрации. Это очень хорошо. И сейчас вы можете открыть. Это будет четко зажим прижимать герметично. А вот это тоже можно надеть от вибрации? Да, это тоже тоже. Вы можете открыть. Секло не будет копиться черным. Он чуть-чуть открывает, воздух заходит, отдувает. И у вас текло остается всегда чистым. И еще я хотел спросить, вот эта осталька, вот эта щель я утеплительным обычным, базарным? Да, базарным утеплителем, изоляционный материал уже от древесины, так что здесь все предусмотрено от возгорания. Я еще планирую, тоже советовался и обналичниками отделать обрамление. Стык печи с домом деревянным, можно какими-то резными, но будет очень красиво. Конечно, вот эту щель, но это так положено для противожарной безопасности, это мы еще сделаем отдельно. Ну, пойдемте со стороны гостиной, зайдем, посмотрим, как ребята сделали щиток, который будет греть. И вот, дорогие друзья, вы можете, беру крупный план, видите, вот этот щиток, шведка со щитком, вот он мне входит из кухни в гостиную. Гостина у меня большая, в принципе, сама печь занимает, ну, компактная, я считаю, ширина, значит, 2 метра, там, 2 метра, 2 метра на 40. И вот, в принципе, вот эта щиток, 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 вот эта щиток. И она хорошо вписывается и будет давать тепло. Сейчас ребята там еще сверху красоту мне там доделают, она еще не закончили. Вот, округлят все, выведут и будет очень красиво. В принципе, еще ребят советую, можно каким-то лаком покрыть со временем. Она будет глянцевая, нарядная. Вот крупный план. Здесь мы со стороны комнаты, комнаты отдыха, значит, сделали, вот навели такую красоту. Так что с этой стороны вся стена уже будет теплая. Для этого помещения здесь вполне этого хватает, даже будет больше. Вот, верхнюю часть мы тоже украсили, сделали быки, вырезанные кирпичи. С этой стороны у нас летний ход, как вы в прошлый раз видели, поставили задвижку. Летний ход. И сама горловина уже будет выходить на второй этаж. Я хочу добавить то, что вот эта щиток, так называемый, печники, которые мне предлагали, я в первых сериях объяснял, А это очень проблема найти хорошего печника. И предлагали мне только такие проекты печи, квадратные, метр на метр. Они только ее могут расширять, то есть площадь печи и так далее. А Сергей Иванович, он сделал, мне понравилась, сама печь. Как вы видели из кухни, топочная камера занимает аккуратно место небольшое. А сам канал, не канал, а сам щиток, видите, он выдвинул и пустил вдоль стены и по каналам ходит, значит, там горячий воздух и будет так отапливать мне все помещение, вот такая площадь, и она как бы красивый элемент декора, вот ребята по моей просьбе, видите, закруглили, ну что-то вот, я им попросил на их усмотрение, как вот видят меня украсить, мне в принципе нравится. И, что там на второй этаж, смотрю, мы уже говорили, что там будет еще вы отапливать мне второй этаж, будете. Да, на втором этаже будет щиток, тоже щиток, он уже уменьшенный, будет выходить, там будет всего три канала, да? Да, три канала будет, два восходящих, один исходящий, вот, так же наборов и выходить уже в горловину трубу и выход на крышу, вот, и выход на крышу уже пойдет труба сэндвич, металлическая, так как у нас там сложная крыша, мы попадаем на ендовую, вот, и у нас, если по объему взять, кирпичную трубу вывезти, то там много будем вырезать, а с этой трубой же намного лучше и удобнее, и лучше можно будет укрепить. То есть, мне понравилось еще то, что печку, они, так сказать, ребята, предложили, так как есть у меня второй этаж, его тоже надо отапливать, в принципе, просто горячий и теплый воздух будет подниматься на второй этаж, это очень много времени, пока он там обогреется и так далее. И они мне предложили продолжить щиток наверх, и действительно, им не будет отапливаться второй этаж, и полноценное, будет тепло. Ну, пройдемте на второй этаж, посмотрим тоже. Итак, дорогие друзья, мы оказались на втором этаже, как раз в месте проема, где ребята вырезали мне потолок, и сюда будет проходить щиток, как мы объясняли на второй этаж. Сергей Иванович, что вы расскажете здесь, по этому поводу? Мы печку подняли 40 сантиметров от потолка, 40 сантиметров от потолка. То есть, печка не должна доходить до потолка, да? Да, не должна доходить до потолка, так как по пожарной безопасности должно быть там 40 сантиметров. Также перекрытие мы сделали на три ряда, будем перекрывать верхний канал. И по верхнему здесь уже пойдет брус, будет укрепленный весь, делается каркас, укрепляется лага. Потому что вы мне выпилили, и она висит, в принципе, не очень жестко. Да, мы ее укрепим, протянем, укрепим по кругу, и пойдет также изоляционный материал в базальтовой основе. Друзья мои, видите, как компания Кровмонтаж утепляет перекрытие. Здесь 250 утепляли, это межпотолочная, это даже не крова. Вот. Так, и здесь будет подниматься щиток на три канала. Да, здесь уже пойдет щиток на три канала, значит, будет подниматься один канал, опускаться, и подниматься, выходить наборов, и выходить уже в горловину. А труба сама, она будет с этой стороны, у меня с нержавейки, там наверху, или где, посередине? Сама труба уже пойдет с этой стороны, горловина пойдет наверху. И вот, получается, смотрите, друзья мои, здесь еще будет щиток на три канала, тоже 40 сантиметров, да? Да, по высоте 40 сантиметров здесь пойдет пустота, вот, перекрытие, и пойдет уже горловина, выход уже на потолок, туда, на крышу. Да, друзья мои, значит, хочу сказать сразу о недостатках, и еще раз повторюсь, планируйте печь заранее. Потому что, как я сталкиваюсь, видите, мне приходится обрезать и балки несущие, какие капитальные, вот, потому что я строил дом, делал отделку, я еще не пришел к решению делать печь, и появляются недостатки. Так же самое, когда я уже понял, что нужно печь, и место под нее определилось, которое меня устраивает, но уже труба выйдет у меня на яндовую, надо там, в общем, какие-то определенные сложности. Дверь тоже тоже. Да, вот, вот, посмотрите, вот, проем двери, видите, угол печи, где будет, естественно, он мне будет угол печи загоражать, ну, перекрывает мне вход. Это еще один недостаток, значит, мне теперь придется смещать дверь, как бы, в эту сторону. И это все потому, еще раз повторюсь, то, что я не планировал изначально, и есть, так сказать, работы демонтажные, повторные и так далее. Вот, ну, я на все согласен, лишь бы, значит, в моем доме было тепло и качественно сделана печка, на самом деле. В принципе, работая, ребят, я доволен. Да, дорогие друзья, если кого-то заинтересовало, значит, вы здесь, вы видите руку мастера и так далее, обращайтесь к нам в компанию Круфмонтаж, мы обязательно предоставим контакты Сергея Ивановича и его команды, они обязательно приедут вам и сделают качественно печь. Да, я хочу добавить, печник, он идет пятого класса, пятого разряда. И печник, на самом деле, должен уметь делать все, начиная от плотницких работ, штукатурные работы, майярные, электрика, сантехника, так что печник... И, кстати, ремарку маленькую, вот это-то мне и понравилось, или, возможно, в дальнейшем, когда вы можете с нами познакомиться, вы это все увидите. А вот это, вызывай кого-то, а кровлю, вызывай кровлю, пускай нам прорезают. А вот это я делать не буду, это не мое, значит, фундамент пускай тебе кто-то другой делает, я тебе скажу как, потом приеду. Ну, как-то, понятно, все, можно все по-разному договориться, но это неудобно. Человек делает, приехал, я поставил ему задачу, он делает все от начала и до конца и несет за это ответственность. А если иначе, то получаются какие-то поиграничные работы, за которых никто не отвечает, опять же, а потом можно всегда сослаться. А это плохо фундамент сделали, а это вот не я, а это он. То есть я всегда рекомендую, чтобы печник брался за работу свою от начала, от нулевого цикла, от фундамента и до конца, до самой кровли. Это будет правильно, вот такой вам совет. Вот, будем прощаться до следующей серии, я думаю, что мы придем уже, когда вы будете пересекать кровлю, да, установка, значит, трубы из нержавейки, сэндвич. Мне интересно, как раз, как она с печкой стыкуется, стыкуется с каменной печкой, и мы обсудим в следующей серии, и как вы будете проходить металлическое сэндвич трубой перекрытие. Тоже там очень сложно, там, да, особенно в вашей крыше, как бы, много, надо и подумать, и размыслить, что может быть. Итак, до встречи в следующей серии, и ждите обязательно, мы вот обсудим эти моменты. С вами была компания Кровмонтаж, меня зовут Мороз Алексей, и Иванов Сергей Иванович. До новых встреч.